Искра Божия Это, конечно, то, что отличает человека от всего живого. Это способность созидать, способность любиться, переживать. Это способность выбора. А что касается слияния с Богом? Ну, это состояние, когда человек растворяется в этом слиянии, о котором написано. И, например, в исламе есть суфизм, там есть фана, такое состояние фана, растворение. Есть у буддистов нирвана, есть, например, сатори. Ну, очень много названий в разных религиях и в разных методах. Но очень сложные тексты пишут в интернете, потому что пытаются логически написать о горизонталях, о вертикалях, о том, что много путей и так далее. На самом деле все гораздо проще. Но это мое личное мнение, потому что в нашей школе каждый желающий может научиться вот этому состоянию слияния с вечностью. Это состояние, когда растворяется, избавляется в этот момент от эго, от страхов, комплексов, стереотипов мышления, подражанием авторитетов. И возникает такое состояние свободного сознания. Вот это состояние, когда человек испытывает... Почему нирваны назвали? Почему нирвана, например, не просто пустота, а еще какое-то нирваническое, приятное такое состояние? Нирвана, да? Потому что все зависит от того, какое было исходное состояние. Если человек был сильно напряжен, а потом занимался методикой снятия зажимов, блоков, то он выходит на контрасте, на эндорфинное состояние. А если он был спокоен, то он просто глубоко задумчив. Почему просто это объясняется в нашей школе хомофутурс? Потому что на самом деле вот эти все сложные тексты, они написаны, пытались логически писать из века в век и в наше время, цитируя и священные писания и так далее. Воспринимается очень сложно, потому что каждый интерпретирует по-разному, а во-вторых, логически пытается понять это, не общаясь именно с непосредственным личным опытом самого человека. Потому что сам человек, каждый из нас, миллион раз испытывал это состояние, просто не отдавал этому отчет и не придавал этому такое высокое значение. Это естественное состояние. Просто в нашей школе мы обучаем это делать более простым путем. Потому что я знаю механизмы, потому что всю жизнь этим изучением занимаюсь. А можно немного об этой картине? Что это такое необычное здесь? Смотри, это очень интересная картина, я ее еще дописываю. Ну ты мне сказала, трубку надо сделать поменьше. Ну трубка, конечно. Ну глаза какие. Но курить-то вредно. Знаете все, курить вредно. Просто у меня такой образ. Он почти женский, почти мужской. Это как раз таки... А глаза какие, посмотри. Почти женский и мужской. Потому что нужно иметь душа на женской. Это любовь, переживание. А ум это мужской. Соединение вот это янь-инь. Вот это вот баланс, это гармония. По существу это и есть то, чему мы учимся. Раньше пытались иногда снимать стрессы курением, алкоголем и прочими методиками. На самом деле курить вредно. Мы это не зачеркиваем, мы отставим так, чтобы вы понимали. Курить вредно. Пить вредно. Все это можно делать с помощью ключа. С помощью раскрепощающих приемов и упражнений. До встречи, друзья.